Не обманутые дольщики, а счастливые новоселы. Момента, когда они получат ключи от собственных квартир, эти люди ждали 7 лет. Жилой комплекс Южный в Краснодаре – один из самых проблемных в регионе. Застройщик обещал закончить объект в 2014 году, но в итоге собранные деньги пустил на собственные цели. Многие из тех бизнесменов уже под следствием. А сегодня с людьми, отмечающими новоселье, встретился губернатор. Я благодарю вас за терпение, за конструктивный подход, за взаимопонимание. Вас благодарю за то, что смогли поверить мне, сегодняшней команде, в том, что мы достроим. Вот этот клубок проблем ЖК Южный до сих пор, помню, не знали, как к нему подступиться. Дом не имеет никакой инвестиционной привлекательности, никакой. Конечно, полтора миллиарда рублей мы предусмотрели в Крайбовом бюджете на достройку таких домов, где нет никакой инвестиционной привлекательности для инвесторов. В том числе и ваш дом был достроен за счет средств краевого бюджета. И я вам благодарен, где вы сомневались. Я прекрасно понимаю, вы сомневались, верить ему, либо не верить. Верить этому инвестору, либо не верить. И еще раз огромные слова благодарности, что поверили. Жилой комплекс Южный уже четвертый в крае, достроенный за счет бюджета. Браться за этот дом не хотели многие инвесторы, потому что невыгодно. Но оставить людей наедине с проблемой тоже неправильно. Только в этом жилом комплексе больше 300 квартир. Ну вот, дождались наконец-таки. Вокруг лишь бетонные стены и предвкушение ремонта. Но радости от этого не меньше. Оксана Башил уже и не верила, что спустя 7 лет зайдет вот так в собственную квартиру. Здесь у нас лоджия имеется. Планируется комната для ребенка с лоджией. Из окна видно, как во дворе уже играют дети. Вениамин Кондратьев, который зашел посмотреть дом изнутри, напоминает чиновникам и строителям, что развивать территории надо комплексно. Комфортнее должны быть и дворики. Придомовая территория тоже должна быть комфортной. И мы сегодня находимся в домах прошлого, в застройке прошлого, пятилетней застройки. Но про застройку сегодняшнего дня и завтрашнего мы достаточно должны ее изменить. Мы уже изменили, но изменить полностью подход. И он должен быть не для количества квадратных метров, а для качества людей, которые купят эти квадратные метры и будут жить. Жить комфортно. Губернатор оказался первым гостем в этой только что отремонтированной квартире. На чай главу региона пригласила Ирина Мельман. Сама еще в недавнем прошлом обманутый дольщик. Сейчас уже с улыбкой вспоминает, как эмоционально требовала вернуть жилье на многочисленных совещаниях. Куча народу. Все растерялись в слезах, в недоумении. Но в данный момент я хочу сказать, что вы тоже не растерялись. Вы как руководитель не ушли в сторону, не начали там тоже какие-то истории рассказывать. Ребята, надо закончить, надо сделать. Нужна ваша помощь, нужна ваша подсказка. И пошел алгоритм, и пошло настроение. И прям вы тоже увереннее, увереннее, увереннее. Была такая реальная температура при встрече, эмоции, потому что вас можно было понять. И как бы вы ни шумели, ни кричали, что бы вы даже не говорили. Я понимал, вы правы. Знаете, ваши квартиры, они ваши. Вы вложили в них свои сбережения. А кто-то брал кредиты, кто-то продавал последние. Они ждали, что их не обманут. Поэтому, что бы вы ни говорили, вы были правы. И сегодня правы все, кто говорит, дайте нам возможность жить в своих квартирах. В Краснодарском крае, одном из первых регионов России, в 2018 году приняли закон о защите прав дольщиков. Он позволяет достраивать дома за счет бюджета или компенсировать стоимость квартир. Помогает в этом и Федеральный фонд защиты прав дольщиков. С его поддержкой на Кубани рассчитывают завершить 42 проблемных объекта. В 2023 году проблема обманутых дольщиков в нашем крае станет историей. Это принципиально, потому что, еще раз подчеркиваю, по каждому дому обманутых дольщиков сегодня есть алгоритм. По каждому. Я хочу сейчас сказать, еще раз спасибо и вам. Спасибо всем, тем, кто еще ждет свои квартиры. Спасибо за терпение, понимание, взаимоподдержку. Спасибо огромное прокуратуре края за то, что мы вместе сегодня решали и будем решать, еще раз подчеркиваю, проблему обманутых дольщиков. Следственному комитету, ну и, конечно, федеральному нашему правительству за то, что сегодня не оставили нас один на один с этой проблемой. Я очень хотел бы, чтобы вот такой бы праздник, как сегодня у вас, был у всех обманутых дольщиков в нашем крае. И он будет. За последние 4 года в Краснодарском крае завершили и ввели в эксплуатацию более 200 долгостроев. Ключи от своих квартир за это время получили около 100 тысяч обманутых дольщиков.